Спросите вот о чем. Сейчас все говорят о теме экологии, о том, как бизнес любой, крупный и разный, особенно крупный, должен вкладываться в экологичность своей работы. Откуда брать деньги, если нет денег на развитие, а надо модернизировать свое производство, переходить на совершенно новые, совершенно другие технологии, чтобы не допускать экологических проблем, какие мы видели даже в этом текущем году? Что с этим делать? Кто должен стимулировать бизнес? Откуда брать деньги конкретно на новую, даже не зеленую, но просто на экологичные предприятия? Марин, как вы думаете, откуда брать деньги? Деньги берут из долгового рынка. Ну, еще раз, представьте себе предприятие, я даже не знаю, просто небольшую ТЭЦ, находящуюся где-нибудь под Пензой, чтобы ее модернизировать, она же не увеличивает выпуск, понимаете, да, она не увеличивает объем, платежеспособность, спрос не увеличивает, денег у нее в бюджете нет, но они должны иметь возможность занять. Ну, если мы хотим, так сказать, чтобы они занимали, почему нельзя, так сказать, обеспечить им заем за, там, не знаю, 3% для экологических средств? То есть они представят проект, так сказать, твердит местная власть, так сказать, 3%. И сейчас что происходит? Сейчас эти 3% в конце концов появляются для экологических проектов. Просто Юрий Иванович и остальные, и Москва субсидируют, они доплачивают этим банкам вот эти 7%, и мы на них смотрим, как на какие-то священные коровы. Ребята, ну, триллион прибыли. Вы что, в шахте? Не знаю, с... Вас задела прибыль банков. Я просто хочу показать на контрасте. Хотите узнать, так сказать, прибыль совокупную, транспортно-машиностроение, всех железнодорожных и так далее? Ну, я могу Юрий Ивановича попросить, так сказать, я вам гарантирую, меньше 100 миллиардов рублей на сегодняшний день. В 10 раз. Ну, то есть прям перекос экономический. Ну, это же очевидный период. Ну, понимаете, мы говорим, нам как-то стыдно об этом говорить. Ребята, ну, не успокойтесь, ну, откуда там эти 7% по ипотеке? Или 6,5%, но при условии, что, поверь, правительство и та же Москва донесет еще 2%. Ну, а есть инструменты, это сейчас этот долговой рынок, который разносит? Конечно, выплатив, и все, и все закончат. У нас на предприятиях так не церемонится. Спасибо. 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 Спасибо.